6 часов и 5 минут радует что я здесь не одна на остановке здесь еще кто то есть я еду на работу надо было здесь пусть есть может и интернет тоже включен стоимость билет я когда только день начала да что ж такое но что за настройка хотела показать и показать вот какой мир пустой там 6 30 утра никого нет порядка несчастная иду на работу касса 6 30 утра знаете уже весь мир давно пьяный 1 я еду на работу хотя с другой стороны знаете я подумал но сегодня я как бы готова еще в 6 30 там стать хорошо завтра готова но вот эту всю жизнь рано просыпаться я бы не смогла я все-таки сова такая знаете конкретная сова угукающая иду по улицам 1 пью кофе иду по тем улицам по которым обычно вот так просто не пройдешь потому что здесь целая куча людей особенно в летний период времени иду и думаю так вот что видят те люди которые убирают улицы с утра тишину покоя закрытые магазины они видят мир вообще город с другой стороны поэтому я считаю что вот мой опыт работы этих автобусах это просто посмотрите мир с другой стороны ты мир посмотришь людям поможешь свежий день за это дадут вот это я определилась по блату как сказал вчера шофер потому что другие люди они работают на улице да они информируют пассажиров которые на улице именно до того как войти в автобус а я все в автобусах и мне этот дядька с которым мы вчера ездили но этот рок-н-ролльщик который горит тебя наверно по блату сюда выстроить это хохотали ну конечно по блату дядька же сказал какой-то там что вот этот тетка верни что вся эта система смены билетов это ненужная трата денег и в этом виновата я и макрон вот это может макрон меня пристроил в такой теплый может конечно гордый темный но шумит потому что люди в это время уже что-то роют что-то пылесосят короче какое новшество нам сказали делать сэлфи перед тем как садиться автобус чтобы в этом сэлфи было видно логотип пальмбюс вот я сделала это правило они думают что мы на работу что ли не выходим не могу понять а мой автобус я вам хотела алоэ показать ну быстренько скажу я давно хочу алоэ высадить но я искала алоэ толстенький не могла найти а вот нашла главное не забыть теперь его стырить пошла на работу я Чем больше проходит дней, тем меньше нуждаются в моих функциях. Потому что очень многие люди уже понимают, как это работает, заходятся беспокойно, компассируют свои билеты и едут по своим делам. Сейчас 10 часов 25 минут, на меня наругался всего лишь один человек сегодня, это была женщина, 95-летняя, которая была не согласна со сменой системы и мне осталось 3 поездки. Это с рыбой, который, потому что все, сервис закончился, и я такая сейчас съедаю бутерброд, и смотрите, как потихонечку-потихонечку я превращаюсь в кого, в маму, в маму двух дедок, которые сегодня не в школе, поэтому я иду за ними. Ай, зеваю какой-то, как не знаю кто. Ну и все, на сегодня с автобусами покончено. Я на две остановки позже вышла, чтобы забрать Леночку со школы танцевальной и Теус футбола. Папа не может хвостик, да, сделать. Пойдем, я тебе сделаю красивый, иди, мама тебя оденет, сделаю красивый хвостик, иди сюда. Красавица моя, я тебя сегодня даже не видела. Я когда пришла, ты еще спала, ты маленькая-маленькая такая спала. Мы решили еще кофе выпить, а потом уже домой. голубой, нет, еще не голубой вообще. Ты не знаешь, как в браслете кушать? Не знаю, вы там как хотите, жаворонки, совы, змеи, крокодила, кто угодно. Я просто часик посплю. Не часик даже, а 46 минут и 37, 6, 5, 4 секунды. Он знает, что если будильник звенел, значит нужно идти и будить меня. Собака. Ну вы же понимаете, что он здесь не один, вот собак один не существует. Где ты, кот? Хорошо, встаю, 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 кот, я встаю, прекратить из всех сторон меня атаковать. И вот еще кто у меня тут пришел. Ты пришла, да? Соскучилась? Или кот для телефона нужен? У меня дети меркантильные. А, он вот там, а вот там котик, вот там. Я думала, она ко мне пришла приласкаться. Вот только что вот там был. Вот был. Я думала, она ко мне пришла приласкаться. А, наверное, да, посмотри. А, она как-то пришла за кодом для телефона. Иди, одень нормальную одежду. Все. Все, нуль. Тео? Тео? Сделай маме кофе, пожалуйста. А, он там с друзьями. Он кричит, подожди, я сделаю кофе маме. А, она уже. Кофе сейчас попсюм, и потом встал. Он говорит, что сейчас утро, что ли? Нет, сейчас вечер. А, почему я сплю, наверное. А, почему я сплю, наверное. Он тебе что, не дал, что ли, шоколад? Шоколад пить? Вот какой папа. Забыл дать тебе завтрак, да? А код для телефона, наверное, не забыл дать. Мерси, мнош. И покой трофу, а то пи. Мерси, мнош. Папа. Куда ты идешь с папой? У-у-у. Мне любима на русском овощи. Овощи. О, Ленечка с овощами едет с папой. А не два, а овощи. Скажем, мы едем. Мерси. Забрать. А магазин забрать овощи. Овощи. И папа в шапке ушанке. А то все спрашивают, где шапкуша. Вот она, шапкуша. Овощная корзина, здесь лук зеленый, картофель. Сельдерей, лук-порей, немного репы. Нет, не немного, много. Смотрите, сколько ее. Тебе вершки, а мне корешки. Помните эту сказку? И, слава богу, яйца. Потому что я сегодня утро проснулась, яиц не было. И я была голодная. Голод испытывает. Я голоден. Я голоден, я почти умер. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнился один годик. С днем рождения! Давай садуем сечку. Бон аниверсия! С днем рождения, Джеймс! Бери! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!